я вас приветствую наша уже постоянная рубрика на тему кадрового консалтинга на тему того как мы с вами взаимодействуем с людьми и вот сегодня буквально мне девушка она сказала такую замечательную фразу давайте мы попробуем разобраться что же происходит в нашей жизни как на работе так и в личных взаимоотношениях разница не такая большая и почему кстати мы приходя на работу думаем о том что творится дома в доме а дома думаем о том что может случиться на работе это самая актуальная тема особенно для сотрудников внутреннего кадрового консалтинга особенно для тех кто набирает сотрудников будущих коллег наша среда обитания наши внутренние установки убеждения они настолько серьезно на нас с вами оказывают влияние и давление что мы иногда даже не можем сообразить и не можем самим себе объяснить по какой причине мы начинаем вдруг говорить непристойные слова по какой причине мы совершаем те поступки и действия которые приводят нас к тяжелейшим последствиям из которых иногда люди выходят годами если вам эта тема актуальна и интересна пишите пожалуйста ваши вопросы мы обязательно во всем будем разбираться начальница постоянно просит ее куда-то отвезти на моем автомобиле по ее личным делам у нее машины нет я уже устала как отказать ну во первых вы для себя очень серьезно осознаете то что вас будут пользовать до тех пор пока вы будете кардинально отличаться от своего руководителя тем что у вас есть а у нее нет когда вы приезжаете на работу на своем автомобиле тем самым вы так ли иначе бросаете вызов вашей руководительницы она не может позволить силу статуса которая который на вас давлеет как на подчиненного значит она вас будет использовать или вы принимаете решение о том что вы не приезжаете на работу и у вас машина куда-то там делась или кому-то вы ее пока отдали то есть вы перестаете своего руководителя раздражать наличием у вас автомобиля и отсутствием у нее это первое второе вы точно должны понимать и спокойно но достаточно внутренне уверенно сказать что уважаемая мария ванна я конечно вас глубоко уважаю понимаю что как у любого другого человека вас присутствует огромное количество личных задач на сегодняшний момент у меня нет такой возможности для того чтобы после работы или даже во время работы выезжать куда-то потому что план и те процессы в которых я задействована они все равно мной должны выполнены быть или вас встроят и вы будете приближенные вас будут использовать но рано или поздно вы надо вы перестанете удовлетворять тем или иным требованиям или ожиданиям вашего руководителя от вас избавиться на мой взгляд по моему глубокому убеждению вам лучше обратить внимание на то где бы вам было более комфортно и больше обратить внимание на то чтобы разобраться в своей профессии или в специальности чтобы вы стали со временем когда вы примите это решение разберетесь стали незаменимым человеком как профессионал для своего руководителя нежели как обслуживающий подвези привези потому что во первых вы будете тратить достаточное количество денег вам никто их возмещать не будет и вы будете самое ужасное копить внутренние такую неудовлетворенность которая рано или поздно о чем собственно говоря нам наша сегодня с вами рубрика и посвящена когда в самый неподходящий момент вы по какой-то причине отыграете спонтанный сценарий то есть неуправляемая ваша реакция выдаст в лицо вашему руководителю а ее непристойности что она вам надоело и все прочее и вы тогда лишитесь не только работы но еще многих многих преимуществ потому что тратите время назначены на рабочие процессы обучение перспективу по на обслуживание своего руководителя я не думаю что это вам приятно я не думаю что для вас это эффективно и перспективно и самое главное таких людей рано или поздно убирают с ближнего окружения потому что эти люди многие во многих процессах участвуют что-то слышат что-то знают они становятся потенциальной угрозой так что не входите пожалуйста в тот круг социальный круг статусов куда вас приглашают в качестве и подай принеси если туда и входить то выходить в этот круг согласно вашим профессиональным навыкам способностям и умениям у меня среднее образование живу в провинции сменила несколько работ уборщица в столовой на кухне работала кассира в магазине кладовщику везде заставляют делать больше кассир еще обязан мыть пол раскладывать товар протирать прилавки помогать кладовщику почему везде стараются выжать все соки за зарплату чуть выше мрот где-то можно работать меньше и нормально зарабатывать чем ниже наше образование чем меньше мы разбираемся в себе подобных тем больше вероятность того что вас будут использовать потому что вы очень зависимы от работы к сожалению это так если вы хотите поднять и свой уровень комфорта то есть житья значит вам нужно в параллель понимая что сейчас это сложно но тем не менее параллель начинать чему-то обучаться то ли бухгалтерскому учету к чему вы имеете склонность то ли каким-то еще видом профессий которые более оплачиваемый чем выше специалистом вы будете становиться тем больше вероятность того что вас будут нуждаться все профессии которые связаны с примитивным трудом на сегодняшний момент это неплохо и нехорошо на сегодняшний момент с них требует больше усилий и всегда будут платить меньше потому что эти люди зависимы услышьте меня пожалуйста вы зависимы от своего работодателя вы зависимы от того что оставят вас на этом рабочем месте или не оставят а внутреннее ваше сопротивление будет творить с вами ужасные вещи вы начнете конфликтовать конфликтных людей нижней социальной рабочей ступени не приемлят там должно быть патологическое спокойное безропотное абсолютное подчинение то есть вся грязная работа выполняется теми людьми которые должны подчиняться которые должны много работать и мало получать это такой знаете социальный эксперимент можно даже сказать для того чтобы из этой среды выходили люди которые готовы чему-то обучаться к чему-то стремиться и если вы выдохните возьмете свою волю в кулак и чему-то начнете обучаться у вас обязательно это все получится мне 22 устроилась по специальности сказали что пару недель будет испытательный срок потом оформят документы забрали прошел почти месяц деньги обещают еще не было выплат про оформление молчат подскажите меня обманывают я не знаю сколько вас обманывают на то что вас используют это точно степень терпения когда вы молчаливо будете сносить невзгоды это будет говорить о степени лояльности в той по отношению к той компании в которой вы сейчас трудитесь бесплатно то есть насколько вас можно прогнуть буду называть вещи своими именами насколько на вас можно положить обязанности которые вы будете тянуть и не роптать и однозначно поймите одно и усвоите чем дольше вы будете находиться такой ситуации тем меньше вероятность того что вы получите ту должность на которую пытаетесь или заявляли или хотели бы чтобы вас приняли таких людей обычно оставляют на не очень приятных должностях которые имеют емкость большую а оплата труда маленькая то есть это как офис менеджер знаете за все отвечает но никем не воспринимается работы много а уважение никакого так что вы как-то или начинаете в параллель что-то искать для того чтобы обезопасить себя прежде всего и снимать напряжение и позволяет видеть те возможности которые перед нами открывает данный мир если вы будете цепляться на смерть за эту компанию и долго ждать и долго надеяться и терпеливо как-то молчать значит первое что делают люди которые стаки такими вещами с вами занимаются значит у нее есть дополнительный доход или она живет с родителями или она там еще где-то как-то значит ей не нужно платить столько сколько мы заявляли то есть вас проверяют сейчас насколько вы первое нуждаетесь в деньгах насколько вы терпеливы и насколько вы можете молчаливо сносить такое унижение как только вы это увидите и подойдете и спросите во первых с вас не убудет во вторых вам сразу ответит кто вы и что вы и какие планы на вас а у вас будет четкое понимание что вот такая модель такое отношение приводит всегда к таким разочарование уволилась с работы решила отдохнуть пару месяцев и уже три месяца после отпуска не могу найти работу сначала были предложения но мне не подходили условия потом отказов со стороны компании стало больше хотя у меня хороший опыт стала бояться что не найду работу накопление заканчивается у меня сильная тревога как быть ну начнем с того что вы прежде всего поймите одно любые интернетные заявления на резюме и какие-то там отклики туда-сюда не просто все отслеживаются и чем дольше вы находитесь в поиске чем больше на вас откликались тем больше вероятность того что это все отслеживается программами ботами всевозможными там инструментами и дается статистика о том что вы не очень лояльный человек то есть когда мы подходим к поиску чего бы то ни было мы сначала собираем информацию сначала проясняем все что можем прояснить узнать при перечитать найти отзывы хоть какие-то комментарии на эту тему и потом только из многообразия выбираем чтобы условия подходили чтобы рядом это можно в какой-то нормальной доступности была это новая компания и ваше рабочее месте место то есть мы собираем конечный продукт тех компонентов над на новом рабочем месте и самое главное чтобы это была устойчивая компания чтобы не было там того что бросают кидают не платят там еще что-то с ними делает это все можно найти в интернете вы сейчас включили сопротивление потому что ваши ожидания которые вы сами себе наметили что через два месяца они как-то сами по себе должны были случиться но при этом вы ничего не делали размещенное резюме это не гарантия того что вами заинтересуется значит вы одно поймите 1 одному отказали второму отказали если вы не можете объяснить конкретно по какой причине вы отказали значит вы сами себя серьезно блокируете значит то ли работать не хотите в силу непонимания что происходило на предыдущем рабочем месте и вы это еще для себя не осознали и не справились то есть внутреннее эмоциональное состояние свойства негатива и страха которая нами управляет чаще всего оно и дает вот это сопротивление отторжение которое порождает пресловутую лень мне не хочется не хочу я сделаю это завтра значит есть то с чем вы еще что-то не осмыслили не осознали и не разобрались ваше внутреннее состояние не дает вам разрешение к тому чтобы вы двигались в поиске нового рабочего места с этим вы нужно разобраться а вы хотите просто что-то найти просто что-то найти это будет то же самое что с предыдущей работой значит вы куда-то серьезно войдете у вас будет свое представление потом будет какая-то не очень для вас понятная ситуация вы будете ее так или иначе как-то своим усилием пытаться разрешить не поймете понимание и цикл повторится по новым сначала выбирается компания которая точно по сборку в на основании сборки вами информации должна устраивать вас хотя бы по большинству параметров которые для вас важны и только после этого видя такие же компании потому что они в принципе идентичны вы выбираете или отсылаете туда резюме с пониманием чему вы хотите там научиться то есть любая компания для вас должна рассматриваться как плоскость как полигон для того чтобы и работать и учиться и развиваться только в том случае когда вы позволите себе не только зарабатывать ходите отдавать свое время усилия и знания или то что вы умеете а все-таки к развитию перспективе вам станет гораздо легче устроилась на новую работу скоро первый рабочий день переживаю сильно будет новый коллектив задачи боюсь не справиться как перестать себя накручивать представляете как мы сами себя программируем вы уже все решили то есть проигрыш поражение любой кризис любая какая-то внутренняя такая тревожно раздувающаяся ситуация это все нашими с вами руками мыслями сделанная история вы уже все решили когда соглашались на работу у вас была такая эйфория потому что вас взяли то есть вас выбрали как кажется из многих и вы это ну себе объяснили как вроде вы лучшие среди множества когда приходит время доказывать что вы лучшие из многих вы почему-то все начинаете думать о том что плохой коллектив у вас ничего не получится и вообще это бесперспективное не хочу не буду то есть вы регрессируете в ребенка и хотите чтобы как-то она сама как она сама представьте простую вот такую образную ситуацию вы заходите вагон поезда вы заходите в купе там сидят 4 человека хотите вы того или не хотите так или иначе вам придется с ними знакомиться сутки ехать коммуницировать о чем-то разговаривать и пытаться их разгадать точно так же как они будут разгадывать вас чем спокойнее и более с интересом понимая что чем дальше вы будете общаться и смотреть и слышать о чем говорят люди что они делают и как они поступают тем большая картина перед вами будет открываться и плюсом вы всегда будете чувствовать свое внутреннее состояние уровень телесного комфорта принцип один и тот же когда вы с интересом туда идете и пытаете разобраться и понять какой же сценарий внутри работает какие люди притянулись в эту компанию то есть вы учитесь различать тогда не будет тревоги тогда не будет у вас никакого внутреннего вот этого состояния аффекта потому что они такие же как и вы они тоже тогда когда-то туда пришли и чем спокойнее уравновешений и более с интересом и подойдете к этому делу не прислуживать не закрываться не сопротивляться а с интересом смотреть какая форма коммуникации присутствует внутри компании какая иерархичность присутствует кто кому обращается насколько люди по отношению друг другу вообще приветливы спокойны и уравновешены насколько присутствует там хоть какая-то взаимовыручка или какое-то желание пообщаться и объяснить такому же человеку которым являлся тот до вас пришедший желание показать рассказать ввести в курс дела почему вы считаете что вы не имеете на это право вас пригласили на работу значит вам нужно разобраться насколько верно условно месяц назад вы выбрали данную компанию насколько вы можете себе доверять в этом и насколько будет это проявляться в ваших внутренних эмоциональных и таких уровнях ощущения насколько вам захочется идти на следующий день туда или не захочется то есть вы приходя на новое место работы всегда проверяете прежде всего сюда себя на первом этапе это угадала не угадала потом начнется пояснение самому себе что вы хотели выгадать пошли именно сюда и согласились и таких знаете глубинных вопросов их очень много на самом деле и таким способом мы с вами развиваемся как только вы поймете что вы туда пришли чтобы развиваться и что-то о себе и о новых людях в новом коллективе узнать и познать вы успокоитесь и интерес включит ваше нейтральное объективное состояние и вы обязательно во всем разберетесь коллега рабочие в рабочее время постоянно говорит о своей семье мужа и детях кто куда сходил что сказал и так далее устал от этого как ей сказать что неприятно это слушать не обидев ну наверное сказать это все таки можно найти форму до единственное видимо ваша коллега вам декларирует свою такую для в ее понимании крутую позицию потому что наверное из рядом сидящих у кого-то нет семьи или она пытается вам надеть на голову свой великолепный образ из расчета соперничества у меня есть у вас нет значит тогда видя когда это все начинается то есть пустота не чем общаться вы условно на 10 минут сели попить чай задавайте тон другого порядка чтобы она не успела заполнить эту пустоту можно конечно сказать и законфликтовать мне интересно успокойся но вы тогда нарушить ее внутреннее состояние когда она получает удовольствие за счет того что объясняет и рассказывает как у нее хорошо и какая она занята и какая она хорошая мама и какой у нее великолепный муж это не имеет отношения к делу и любой конфликт на эту тему будет иметь последствия тогда понимая просто проследите на каком этапе эта женщина пытается завладеть вашим вниманием для того чтобы потешить свое самолюбие и перед тем как только она начала бы задавайте тон другого разговора не знаю элементарно начинайте что-то писать прояснять что-то какую-то идею по улучшению работы по изучению какого-то нового для вас материала то есть перехватываете внимание или вы включаете людей из расчета в профессиональных ролей и задачи того что нужно решить или собственно говоря вы участвуете безропотно в том что насаждает вам другой человек свое собственное удовольствие я в декрите ребенку год и три месяца до этого работала всегда были деньги свои есть небольшие накопления на черный день муж не знает но опасаюсь их тратить сейчас прошу деньги у мужа на базовые бытовые вещи для себя в итоге скандалы что он не хочет давать гонит на работу я не против работать но в садик ребенка не берут родители нет как быть но я не думаю что так однозначно звучит вся та на самом деле имеющая место быть ситуация скорее всего вы немножко изменили отношение к своему супругу то есть статус мамы ребенка на руках женщину ну немножко так поднимает собственных глазах для того чтобы ей как кажется она имела право если было все до этого так хорошо если ваш супруг отец вашего малыша до этого момента и в это время допустим вы сейчас об этом не написали он покупает продукты все таки вы заботитесь о ребенке о малыше своем значит какая-то финансовая база присутствует тогда нужно понять в каком контексте вы это все просите насколько в каком тоне вы это все просите и самое вот то что мне услышалось вы стараетесь найти группу поддержки для того чтобы позволить что-то сделать дальше для того чтобы подчиниться в своего супруга я не думаю что это хорошая идея вы или честно признавайтесь себе посмотрите на себя со стороны почему вы так требовательно относитесь не бывает нормальный человек он не будет конфликтовать понимая если взрослый человек мужчина что вот в таком формате он вдруг взял вам и отказал если это просто бытовые какие-то вещи где-то мне кажется я думаю что это так и есть вы немножко лукавить и разворачивая в удобном формате вашу подачу самого вопроса вы хотите чтобы этот мужчина отец вашего малыша в большей степени уже вам подчинялся значит кто-то вам или советует это вот делает так и больше никак или где-то вы это увидели тогда коль вы так увидели посмотрите какие последствия имеет вот такое такое нападение такой конфликт вы требуете наверное не так как он вас может услышать значит мы или меняем язык объясняя или как-то по-другому подходим вообще к коммуникации потому что я не думаю что до рождения ребенка вы все это не проговаривали что-то вы делаете не так а вот что вам нужно попытаться увидеть то есть может пришло время просто создавать конфликты в семье для чего-то чтобы сделать его в чем-то виноватым потому что вам сложновато много есть вот этих неразрешенных моментов на которые мы собственно говоря и будем в праведном гневе опираться посмотрите подумайте разрушить очень просто созидать создавать и поддерживать вот этому женщине однозначно нужно учиться а мужчина всегда откликается ей если она правильно к нему обращается вопросы закончились я с вами прощаюсь до будущей встречи пишите мы обязательно обязательно во всем с вами разберемся